всем доброго утра сегодня у нас зима очень холодно где-то минус 20 а то и ниже на мне пуховик для высотных восхождений и у меня здесь стелс оборудованный сзади планетаркой shimano nexus 7 сейчас я еду на первой скорости а сейчас я еду на 2 и я очень часто слышу всякие забавные мифы про планетарные трансмиссии и у этих у всех мифов есть одна проблема я их никак не могу опровергнуть потому что я даже не понимаю какой логика руководствовались когда их когда эти мифы сочиняли вот один из последних которые услышал это то что планетарка не может работать минус 20 именно поэтому я обычно зимой не катаюсь потому что вот папа вот этой вот каши скользить это надо fat bike иначе хуйня это все у меня вон колеса еще не переобуты с лета ну а сегодня я взял этот велик и самому стало интересно вдруг там что-то замерзнет там я не знаю дом покроется внутри как видите все едет однако не совсем без и совсем гладко ну во первых ручка тормозная передняя стала тугой как я не знаю что и видите она вязкая похоже на то что трос замерз или я не знаю что вот и аналогичная беда здесь тоже вот этот переключающий механизм вот он вот она первая передача вот она последняя и когда отвинчивая передачки назад то я не слышу стандартных щелчков потому что вот здесь пружина как-то туго идет но несмотря на то что щелчков нет все работает если вы думаете что я только-только достал велик из теплой квартиры то ваши боитесь велик стоял на улице не один день перед этим правда под навесом снег на него не особо падал ну так припорошила чуть пришлось протереть перчаткой сиденья оттуда свой льда был но это не заняло много времени и вот давайте еще блин открём извините что нет моей фирменной пандовой методики съемки но дело в том что я снимаю на то что сейчас удобно это что работает в этот мороз вот седьмая поехали так стандартное моментальное переключение хопа первое первое все работает другой миф который мне очень нравится за то что дескать если у тебя планетарка то на таком велосипеде нельзя прыгать иначе она я не знаю что с ней сделается развалится разобьется я честно говоря тоже не очень понимаю логики потому что здесь стоят самые обычные подшипники вся нагрузка приходится на них как также как на обычные втулки шестеренки они только отцепляют это самое вот эту оболочку когда чтобы я крутить вот когда они они ее не крутят там просто работает самая обычная обгонная муфта и на ней никакой нагрузки нету естественно все на самых обычных подшипников только подшипник там еще огромный потому что сама втулка огромные шаров не до хера так что вот ну и не думайте что я ни разу в жизни на этом или на шоссейнике не прыгал там с бордюра например другое дело ну откуда родился этот миф я еще могу понять так как планетарка является неподрессоренной массой то есть если ты делаешь не дай бог двух подвес планетаркой то ты рано или поздно разобьешь колесо тебе придется делать колесо прочнее тяжелее туда-сюда вот потому что ты не можешь подрессорить у тебя эта масса находится не за задним амортизатором а вот перед ним вот но до боёв блин долбоёвы транслирует эту мысль на свой лад ну чё блин холод собачий поехал я домой вот извините за кликбейтовый заголовок в очередной раз с планетаркой ничего не случилось в следующий раз